И снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры И сегодня, ребята, мы продолжим играть в великолепнейший Empires of the Undegroove И сегодня, ребята, мы будем играть в новый режим, который называется Free Play Про который я говорил вам в предыдущем ролике, спрашивал, точнее, хотели бы вы увидеть этот редактор карт этакий То да, бы что сказал, да, мы хотим увидеть редактор карт, там в комментариях плюсики наставили, всякое такое В общем, сегодня попробуем, посмотрим, что это за редактор Прямо конкретно его редактора не назвать, он этакий такой странный редактор получается Он как бы редактор и как бы нет, сейчас вы увидите, в общем-то, в чем суть, в чем соль этого редактора В этой, конечно же, версии, которую мне прислал разработчик Я не знаю, появилась ли на его официальном сайте эта версия, опубликованную или нет эту альфу Ну, если опубликовал, то круто, конечно же, я ссылку в описании всегда оставляю на эту игрушку Если что, можете зайти, попробовать скачать, там вроде как есть демка Не знаю, какой версии будет демка, но если есть такая, то можете тоже скачать и поиграться, конечно же Подождите временем, пока я болтаю, не забудьте также поставить лайк Больше лайков, больше Empire of the Undegroove Будем смотреть и другие апдейты, будем проходить дальше И всякое такое, в общем-то, будет больше роликов по этой, конечно же, замечательной игрушке В общем-то, вот он, режим FreePlay Здесь мы начинаем, здесь вроде все так же, вроде как обычно Но появляется вот такая панелька И в то же время нас не нападают никакие враги Почему? Потому что эта панелька как раз вызывает на нас врагов То есть здесь нет такого, чтобы я мог создать себе юнитов, например Я не могу здесь так сделать, такой-такой У нас там тысяча муравьев появилось Мы можем именно так сделать, но только врагов Получается, что мы как бы и должны играть, и как бы не особо Вот как-то оно так вот получается Я могу, то есть, сейчас здесь все выкопать Например Ну, это, конечно же, не все Нам все равно всякие плюшки от этого даются А не то, что мы только себе врагов можем спаунить Можем вообще, типа, спокойно играть Только ресурсы давать и того подобное Но здесь, конечно же, есть также полезности для нас Мы можем заспаунить, например, хавчик Рядом с нашей королевой Вот такого-то огромного количества Можем заспаунить хавчики Что это означает, что это нам дает Я, например, сейчас могу все вот это дело раскопать Освободить место побольше Всю эту еду Сейчас нас начнут собирать наши муравьишки Мы соберем кучу еды Мы будем ее постоянно спаунить И сделаем просто многотысячную армию, можно так сказать Прямо сейчас все-все-все-все-все в муравьях будет у нас Тем, что мы сможем строить с огромным запасом еды Просто тонну новых всяких этих муравейников Мест для личинок и тому подобное В общем, будет просто у нас дофигища юнитов Сейчас вы все увидите, как это будет Тем временем, пусть пока они у меня раскапывают Надо бы побольше, наверное, красных рабочих все-таки сделать Ну, пусть, ладно, раскапывают Мы тем временем еще немножко еды создадим И после этого я на паузу поставлю, чтобы они быстренько раскопали Вы на это не смотрели Ну, в общем-то, вот такое вот эпичное пространство мы выкопали И сейчас мы все его будем забивать нашей армией И это будет, мне кажется, очень-очень круто Такс, ну что, создадим тогда хавку И я не знаю, где ее поставить Так что она прям так, ну, может, вокруг наших Хотя лучше вокруг нашей королевы, наверное, все-таки армию какую-то держать Поэтому давайте где-нибудь вот здесь будем хавчик собирать Надо будет много-много-много спотов Чтобы у нас прям целое складище еды получилось Поэтому как-нибудь вот так, наверное, разместим Думаю, этого хватит Ну, надеюсь, по крайней мере, что это хватит Остальное все у нас будет в юнитах В этих, в красных муравьях, в черных муравьях А потом мы заспауним все врагов И будем с ними сражаться Будет самое эпичное, наипичнейшее Из эпичнейших битв и тому подобное В общем, адский замес Можно, по идее, вообще все выкопать здесь На самом деле, ну, типа заспаунить небольшую армию Вот здесь все выкопать Вообще всю карту перерыть И в итоге сделать один огромный гигантский муравейник Где у нас все муравьи будут стоять уже сразу на входах Караулить врагов И мы тут такие просто будем Ха, не ждал, сразу выходит И вот такая армия принимает И всех разваливает в итоге Это будет, мне кажется, очень круто Но это будет довольно долго Если вы хотите, чтобы я такое провернул То можете писать плюсик в комментариях Также я посмотрю, сколько желающих Чтобы я устроил такое безумие И вообще просто лойсы не забывайте Ставьте, тогда я это тоже организую В любом случае, когда-нибудь я это попробую сделать Поэтому ваша поддержка в этом деле очень важна Так, ладно, давайте побольше рабочих сделаем сейчас Какую-нибудь вот такую линию выстроим Рабочие очень мне понадобятся Конечно же, едуху таскать Хотя, типа, блин Здесь сейчас особо нет разницы Типа, боевой муравьи, не боевой муравей Красные муравьи не просто 5 еды стоят А черные муравьи 10 А черные муравьи тоже умеют таскать еду Тоже умеют вроде как строить Насколько я понял Вроде только личинок не таскают Так что в целом-то это такие же муравьи Просто чуть подешевле И люди тоже таскают Если таскают, так они вообще типа одинаковые Просто черные более сильные муравьи получаются Ну что у нас, 350 еды У нас новенькие появляются рабочие Я бы даже на самом деле еще больше их сделал Давайте еще вот так вот ряд организуем И после этого начнем строить именно армию А после этого, конечно же, сражаться Так, давайте спауньтесь быстрее Еды можно сколько угодно наспаунить Можно, по идее, еду где-то там в краях экрана закинуть Не знаю зачем Мне кажется, удобнее у королевы Если уж творить безумие, то уж по полной Так, все, хавку тут разносит Новые рабочие появились А теперь мы делаем вот такую вот фишку И ждем, когда у нас будет появляться провизия Чтобы ставить все больше и больше и больше солдат Самое прикольное, что солдаты тоже будут носить еду Поэтому Они, считайте, тоже рабочие Это тоже очень удобно Тоже очень круто получается С каждой секундой все быстрее в итоге у нас будет происходить Так как чем больше рабочих, тем быстрее еда добудется, конечно же, у нас Вот они, видите, тоже хватает хавку Так, а надо как-нибудь вот такой кружок еще организовать По идее, лучше, конечно, вот так строиться Самое идеальное, мне кажется Ну, это не быстрая будет постройка Но ради эпичного последнего замеса Мне кажется, стоит немножко построить Немножко подождать И посмотреть в итоге, чем же это все закончится Королева, наверное, просто офигевает Боже, откуда столько еды? Я же вроде как бы только личинок там делать умею А тут еще и еда из меня вываливаться начинает Кто пробил дырку в моем животе? Так Сюда давайте Вот так вот заделаем Ох, красиво Сейчас здесь все будет прям забито И вот так, вот так Все, весь хавчик прям Потратили Сейчас еще, еще, так сказать Смотрите просто, как еда улетает Но в то же время, блин, так прикольно это смотреть Типа, тогда это реально как муравейник такой конкретно ощущается Что-то все делают, бегают, где-то там кто-то что-то приносит Где-то там личинки вылупляются Где-то там хавчик разносится Королева тут сидит, смотрит В общем Забавно, забавно так получается Кстати, я со временем начал замечать, что это не на зернышки похоже На какие-то батоны Не знаю, возможно и я наркоманию опять Но почему-то мне кажется, что это на батоны похоже Бананы, батоны И какой-то фрукт, мутант С другой планеты Так, все, они тут настроили Можно еще создать Ща, мы здесь все пространство, говорю, вам забьем И после этого устроим дикую-дикую баталию Вот так вот Я, наверное, пока что даже приостановлю Пускай это достроится А потом уже посмотрим на финальный результат Ну вот, последняя достраивается И просто посмотрите, сколько Сколько у нас муравьев Просто посмотрите Это армища 233 Они из каждой секунды еще увеличиваются Плюс тут еще красные Просто обалдеть Как много у нас муравьев Просто это какой-то, знаете Это реально какая-то база такая жесткая Прям огромный такой вход получается Туда ты такой Знаете, будь я каким-нибудь врагом Я такой иду, 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 иду Такой сюда заворачиваю За угол смотрю Ёперес это И мы на них нападаем Что-то в таком роде Бэнерный испытал Так, тут еще не все солдаты Правда, прибыли Не всех личинок принесли Почему-то Но, в принципе, нам уже и этого достаточно Давайте сдобавим их в зеленый отряд И отправим вот сюда Пусть они здесь все скапливаются И после этого мы начнем уже конкретно сражение Просто смотрите, сколько у них тут еды застряло Получается Очень странно выглядит Так Ладно Можно, по идее, еще, конечно, здесь армию дофигачить Типа вот в таком марштабе Можно вообще сделать И чтобы и здесь застраивали И там еду все равно приносят Я, типа, могу и тут, и тут, и там И вестям Ну, вообще, можно, по идее, все застроить Говорю, но это надо всю карту раскопать Это будет не быстро Сегодня вам Ох, блин, ну как это круто выглядит Просто посмотрите на эту На эти Армию туда-сюда бегает Блин, круто-круто выглядит очень 234 муравья здесь стоят Но я думаю, что можно уже создавать Нашу Битву, так скажем, устраивать Здесь можно выбрать различных типов врагов Это Самый простой черный муравей Такой же, как у нас примерно Это у нас Это такой жучок, который длинный Хвостиком бьет Это который прокачанный уже газом хреначит Таким Devil Coach Получается А это тот самый Жук, который огромный Который босс в этой Версии Который просто безумный Бич Тайгер Битл называется Он, и можно его заспаунить Давайте заспауним Правда, я вам пассивный характер Давайте дадим ему агрессивный характер Пускай он попытается нас напасть И мы заспауним сразу вот такую вот армию Пусть будет все сразу по хардкору О, смотрите, все, начинается война Ииии Давайте, давайте, давайте У этого на самом деле Жучара и просто бешеное количество здоровья То, что мы его сейчас так сшибаем Это Это Просто офигеть На самом деле Так как этого босса сшибать Чтобы как-то ему урон там наносить То там Его там 30 муравьев бьет Обычно его там чуть-чуть Отбавляется А здесь сразу так Улетает Как будто мы его даже не почувствовали Ух ты, тут замесище Смотрите, какое Два жука приперлись И нас начинают нападать Я просто на самом деле Хочу пожестить Типа по полной программе Сейчас устроить замес И создать вот так вот армию Вот так, вот так, вот так, вот так Сейчас будут только одни боссы нападать Чтобы это реально было Жестко Просто типа неинтересно будет Заспаунить этих Знаете Блин, офигеть Они просто бегут Воооо, просто изничтожают Посмотрите на это У меня даже ФПС проседать начинает Хотя у меня компьютер Достаточно мощный На самом деле Офигеть просто Это, это очень круто выглядит Куда только там побежали эти у нас Я чуть не понимаю Здесь кто-то нападает 그 ли? Куда вы? Они за едой погнали? А, они Они остатки от босса Как хавчик приносят Серьезно Вот это круто Такого раньше не было Реально здорово выглядит То есть Из босса может теперь еще и провизию получить Реально круто Блин, только тут за месяч и просто адовое Интересно, мы выиграем в итоге или нет? Как вы думаете, ребята? Я лично переживаю за наших муравьишек Мне такое чувство, что мы можем не справиться Но, блин, в любом случае это круто Смотрите, просто новые солдаты появляются Ааа, вперед в атаку, в атаку Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду Ту-ду-ду-ду-ду-ду Знаете, в будущих версиях я бы хотел, чтобы нашим Муравьишкам можно было одевать Всякую броню и тому подобное Это, конечно, наркомания, я знаю Но выглядело бы круто Нет, в итоге такая армия не справилась Думаю, надо было бы армию на всю карту одевать Тогда мы бы выиграли А так, ну, просто посмотрели на эпичный батл Жаль, проиграли Хотелось в итоге победить Ну и ладно, посмотрели, главное, этот режим Он достаточно коротенький, да, получился Но можно будет в следующий раз еще попробовать А на этом я, наверное, буду заканчивать Если вам все понравилось, если понравилось, ставьте лойсы Попробуем потом еще поиграться Эмпирсус андегрув, когда будут новые обновления Или что-нибудь мы там всю карту эту сделаем Из муравьев, кто его знает, посмотрим В общем, на этом все Лайки, не забываем подписываться Также не забываем Я всегда рад новым подписчикам Поэтому подписывайтесь На этом все Удачи, хорошего настроения Не скучайте, не болейте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!